жизнь в нищете и страхе надоело всем если так и будет продолжаться дальше то просвета не видать окраски будут только сгущаться андрей караулов журналист предполагает что скорее всего назарбаев находится в китае и скорее всего это связано с его давним онкоурологическими заболеваниями но бегство это или наоборот он не в курсе что происходит и учитывая его общее состояние или ему просто ничего не рассказали лично я думаю что это самое настоящее бегство а молчит он потому что говорить нечего сколько он всего начудил и народ никогда ему уже не поверит хотелось бы вам показать обращение от генерала мвд казахстана который не стал ничего там преувеличивать или же наоборот не договаривать сказал все прямо как есть какое на самом деле положение на сегодняшний день в казахстане и так внимание одновременно с целью завладения оружием были ошиблены многочисленных нападений с применением огнестрельного оружия и бутылок зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции алматинской жамбульска казардинской области и города чемкер а в городе алматы на департамент полиции города и 3 его районных подразделений также были предприняты попытки нападения на войсковой части блокпосты министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой в целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта в том числе 346 органов внутренних дел мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов деньги с целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противопраздные действия поэтому давайте вместе пожелаем казахстану как можно скорее мирного неба над головой а также чтобы восторжествовала справедливость все негодяи которые виновны в переворотах которые виновны в том что народ живет нищете были уголовно наказаны если вы с этим согласны обязательно ставьте как можно больше лайков а также оставляйте свое мнение в комментариях как вы думаете чем же закончится вся эта ситуация пока казахстанские магнаты в том числе члены семьи назарбаева теряют миллиарды из-за падения акций состоянии миллиардеров стоящих за одними из самых известных казахстанских предприятий последние дни резко пошатнулись поскольку вся страна отравляется от этих протестов 4 казахстанских миллиардера включая дочь и зятя бывшего президента назарбаева стали на 3 миллиарда долларов беднее чем они были 4 января и об этом пишет forbes крупнейший акционер и председатель зарегистрированного в лондоне каспи банк крупнейший казахстанской платежной и фитнес компании миллиардер вячеслав ким стал беднее на полтора миллиарда долларов так как цена акции каспи упала на 30 процентов со 118 долларов 4 января до 87 долларов михаил лам тадзе проживающий в казахстане уроженец грузии и генеральный директор каспи стал беднее почти на полтора миллиарда долларов его предполагаемый собственный капитал упал с 5 2 миллиарда до 3 и 8 миллиарда долларов 6 января из двух ночей неопределенности в стране цена акций упала после сообщения о том что банки в том числе не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания объявленного правительством чрезвычайного положения которое запланировали на 19 января а дочь назарбаева динара кулебаева и ее муж тимур кулебаев потеряли в общей сложности 200 миллионов долларов так как стоимость их долю в ао народный банк казахстана котирующийся на лондонской бирже упала на 16 процентов супруги состояния каждого из которых по оценке forbes составляет 31 миллиарда долларов владеют контрольным пакетом акций банка а также обширными портфелями недвижимости и частных инвестиций знаете самое обидное то что ни один миллиардер не заинтересован в том чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию в казахстане просто все как крысы сбежали о чем это говорит о том что им плевать на то что происходит в стране им главное сделать свои цифры которые у них стоит в плане на год да и вообще на всю их жизнь своих детей отправляют учиться за границей себе покупают дорогие автомобили яхты дорогие курорты а то что происходит в стране они относятся на плевательски хоть бы кто-то записал видеообращение хоть бы кто-то выделил гуманитарную помощь материальную населению гибнуть люди все мы прекрасно слышали что погиб 12 летний мальчик 4-летняя девочка вот она элита вот их истинное лицо им не нужен народ им просто нужна раб сила которая будет приумножать их кошельки но и уже никто не говорит о том что это внешняя агрессия наши журналисты уже не вспоминают о сша о заявлении захаровой атакаев как стало известно удалил из соцсетей сообщения о разных террористических атаках эту тему забыли теперь друг друга концепция это заговор в казахстане но что важно для россиян что граждан российской федерации среди пострадавших убитых нет кризисный штаб при посольстве россии в казахстане обрабатывает обращение россиян которые хотят вернуться на родину и уточняют их данные и местонахождение об этом рассказали в мид и рэп кризисный штаб российского посольства в нур-султане ведет обработку обращений россиян которые сообщили о невозможности выехать из республики казахстан продолжают уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину об этом пояснили во внешнеполитическом ведомстве при этом дипломаты призвали россиян добираться до воздушной гавани самостоятельно просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами не забывать действующие паспорта а также компоновать личные вещи исходя из старого ограничения один пассажир одно место ручного багажа говорится в сообщении агентство отмечает что самолеты военно-транспортной авиации не имеют такого уровня комфортно как обычные гражданские авиалайнеры а президент казахстана такаев принял решение объявить что 10 января днем общенационального траура в связи с теми жертвами которые были в результате беспорядка в казахстане об этом уже сообщил пресс-секретарь главы государства бери у али в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент казахстана такая принял решение 10 января 2022 года днем общенационального траура соответствующий указ будет опубликован написал он на своей странице facebook водка казахстан встретил новый год может что-то скажет и назарбаев но все будет зависит от его состояния но теперь по арестам и как сообщают официальные данные в казахстане где проходят акции протеста задержали около 6000 человек поговаривать что уже и пытки начались кроме того полиция нашла схрон оружие в одном из населенных пунктов жамбылской области там было несколько автоматов пистолетов а в алмате в одном из стой взяли патроны боеприпасы и похищенное имущество и до 7 января у такаева в твиттере были два сообщения и на английском языке о том что в якобы бандиты террористы были хорошо подготовлены организованы руководство ими осуществлялось и специального центра некоторые из них даже не говорили на казахском на алматы было совершено по меньшей мере 6 волн атак а общее число атакующих 20 тысяч в общем государственный переворот в казахстане готовился при участии прежнего руководства комитета национальной безопасности кнб которая при помощи террористов якобы хотела выбрать столицы алмату такое предположение сделал казахстанский политолог директор института евразийской интеграции у разгали сельтеев казахстане задержали популярного российского блогера и журналиста антона лядова автора канала за люди об этом тоже сообщили в телеграм-канале меш на канале лядова выходят видеоролики о жизни людей в других странах помимо того блогер и бывший сотрудник россии один который выпускает интервью со знаменитостями подробности задержания неизвестны вот такие события происходят на сегодняшний день в казахстане что вы думаете по этому поводу уважаемые граждане свое мнение вы можете оставить комментариях а также обязательно делитесь этой информацией чтобы эту правду увидела и услышала вся страна но если вы не увидите пробовать будет у вас спасибо спасибо Продолжение следует...